доброе утро в вайоминге не знаю правильно это или нет но утро каждого дальнобойщика начинается с чашечки кофе он мой сосед наверно попил кофе загружается уже в путь а я пойду возьму чашечку кофе штат айова welcome to aewa только заехал в айову на улице уже 85 градусов по фаренгейту а я вот таким образом охлаждаю свою воду я не знаю как там новой модели volvo но во фрейд лайнере в кенварте в петербилке точно нельзя бутылочку поставить вот так под кондиционер я не говорю про холодильник а я говорю про минимальное удобство когда можно направить поток охлаждающего воздуха на бутылочку и она всегда под рукой готовая по потреблению холодная зеленая энергия ветер крутит а кто-то собирает электричество вот уже и кемперы пошли на отдых а это тут устроил со мной гонки да он меня обойдет но я его обойду но в гору не тянет слабенький вот он уже в окне заднего вида сейчас он выйдет влево наберет 100 майла в час и попрет меня обгонять вот наверно очередного вертуха я тащат наверно наверно это как раз первая часть столба от этой вертушки а он даже памятник поставили на зоне отдыха на рестере памятник зеленому и зеленой энергии энергии будущего наверно когда едешь в америке по фривэю видишь вот такую машинку у пайлот значит где-то идет оверсайз один мы уже прошли значит впереди второй идет а вот он и второй на улице теплеет все по вылетали эти мухи полностью стекло забивают опять вторая видать вторая опора пошла давай братуха а нам на вискансе надо сварить кофе внутри трака это конечно романтично но когда ты проезжаешь мимо кофейни ну как ты будешь варить кофе в траке когда вот оно готовое когда вот оно готовое а а а а а а а а девять часов вечера мне осталось 38 майлов до выгрузки я уже заехал в штат вискансин на рестерию на зону отдыха вот уже мои коллеги стали спать отдыхать кому рано вставать на улице тишь и гладь прекрасная погода зелено если бы конечно был день вы бы могли увидеть всю красоту этой зоны отдыха а я пойду туда в то здание посмотрю что там происходит немножко разомнусь она уже отдыхает хайкинг траил ну это как бы дорожка для пешеходной прогулки не выскочил бы зверек какой нибудь оттуда хааа здесь а подсветочка идет а там чаще темно красота да вообще-то штат вискансин богатый штат и дороги у них красивые ухоженные и рестерии какие-то дизайны свои интересные вот они викинги какие-то наверное я не знаю камни у них бревна крыши крутые там а я дальше иду в чащу был бы день красотища включил подсветочку но подсветочка все равно ничего не может показать а я иду по этой пешеходной дорожке внутрь здания там все удобства умывальники туалеты и так далее вот какое здание правда ни одного посетителя нету потому что наверное уже все спят это я один такой полуночный странник забрел сюда ну в принципе я тоже сейчас пройдусь чуть-чуть и пошел спать может быть это интересно как рестерия выглядит изнутри очень даже культурно ухожено и вот я ухожу отсюда можно снимать потому что я в принципе тут один ну а там лэдис ходят этот выход а к легковым машинам паркинг выход а грузовым машинам выход с другу в противоположную сторону ну тут кока кольные дела и всякие чипсы вот так вот смысл и 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